МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такая вот, можно сказать, подушка безопасности, что ли. Ты вот уже не пытаешься загадывать на будущее, уже существует такая уверенность, что все оно совершается по промышлу Божию, и жить становится легче, намного легче. Солнечные лучи озарили, ставшие родным нашему сердцу, спасся Преображенский Пронский монастырь. За несколько дней до поездки мы усердно попросили Господа, чтобы даровал нам солнечный день. И вот по молитвам святого преподобного мученика Филарета Пронского и Срезневского произошло чудо. В череде унылых, серых и ветреных дней уходящей зимы и наступившей весны выдался один, да какой, удивительно яркий, насыщенный и благодатный, такой, что даже монастырские кошки катались и жмурились от удовольствия, не стесняясь проходящих мимо людей на подогретой солнцем тротуарной плитке. Скажу честно, день такой был, что душа ликовала, а благодать переполняла до краев. Удивительный, чудесный, благословенный день. День памяти преподобного мученика Филарета Пряхина, уроженца села Чулково Пронского уезда, в Спасо-Преображенской обители совершилась праздничная божественная литургия. Ее возглавил настоятель обители Игумен Лука. Ему помогали студенты-первокурсники кафедры теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. Даже ты, если это верующий человек? Нет, человек без веры. А вот здесь, в Фронской обители, что вы чувствуете, что вы здесь получаете и почему вы сюда приезжаете? Храм, дом, молитвы наречется. А здесь я чувствую себя частью этого храма, дома и этой молитвы. Благодать, ради благодати. Я сюда приезжаю, чтобы, не знаю, как-то подзарядиться. Но вот сюда, в общем, ехать не особо так близко, особенно с рыбного, это часов в 5 утра вставать, ну, ладно. И молитва, она сама по себе очень хороша, но когда ты вот берешь еще подвиг к этому, вот, допустим, ехать сюда далеко-то... В радость не становится, да? Да. Ну, вообще здесь хорошо, правда? Да. Вот что... Особенно вон там, вон там. Да, на том месте. Где крест? Да. Любите то место? Да, там еще летом розы были, было очень красиво. Да. Благодатное. Представляете, вот когда он весь уже благоукрасится, восстановится, какая здесь будет красота. Да, мы очень ждем. И стараемся способствовать этому, как можем. Подамарим. Подамарите? Помогаете, в общем, да? Ну, и молитесь, наверное, да? Да. И за батюшку молитесь. Это первым делом. А вы? Конечно, обязательно. Богу. Бог вам помощь. Спаси Господи. Спаси Господи вас, дорогие ребята. Бог даст еще встретимся и не раз. Да. И не на Пронской, а вообще на Святой Рязанской земле. Аминь. Имя святого неразрывно связано с этим монастырем. Преподобный мученик Филарет подвязался здесь до закрытия обители. В 1919 году он перебрался из разоренного монастыря со списком чудотворной иконы Божьей Матери с поручницей грешных в село Срезнево Шиловского района, где собрал возле себя около 150 монашествующих. Службу отец Филарет проводил по монастырскому чину. Оттого наплыв богомольца в село Срезнево Шиловского района был великим, чем было и вызвано недовольство советской власти. Среди религиозно настроенных крестьян он пользовался особенным авторитетом – слыл за святого. Дважды арестовывали игумена Филарета. Последний раз в 1939 году. Он был сослан в Сибирь, под город Мариинск. В одной из последних весточек отец Филарет писал своей духовной дочери. Дорогая моя, вот уже исполнился год, как меня посадили на колесницу Израилеву. Родные мои, напишите письмецо, напишите хоть три словечка, больше ничего. Если жив буду, то спустя полгода еще напишу. Божья милость да будет с вами. Простите, понимаете. Игумен Филарет Пряхин скончался 7 марта 1942 года в Ново-Ивановском отделении Мариинского лагеря в Кемеровской области и был погребен в известной могиле. Заседанием Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 марта 2002 года Игумен Филарет Пряхин прославлен как преподобно-мученик. Священного Мученича Филаретия Ронские и Средневские земли украшения Стяжалась и в сердце Твоем Духа Святаго Благодать Христа мужественно исповедал Иси К новомученикам российским был сопричтен Слава на небесех наследовал Иси Молисью прилежно владыце Христу Да сохранит Отечество наше в мире и благоденствии И спаси это души наша Святому преподобному ученику Филарету Ронскому с умилением сердца В Спасо-Преображенском Ронском мужском монастыре чтят память преподобного мученика Филарета. На стенах трехсвятительского храма, где совершаются божественные литургии, можно увидеть лик святого. А на алтарной стене преподобный мученик Филарет изображен с благоверным князем Олегом Пронским. В руках они держат чудотворный образ Царицы Небесной «Утоли моя печаль». Память Твоя совершающая и любовь Тя чтущая, буди нам заступник на врага спасения нашего, да веруя твердую противостоящий тому, убежим всякого лукавствия мира сего, воежи нам нескверным и непорочным, жительство Небесного Града достигнути. Еще молим Тебя, всечестные Отче, помогай нам в немощах наших, души кубы в истине Христовой укрепи, телеса многоболезненная уврачуй, буди нам помощник во всяцей скорби и печали, наставник же непреложный. Путеводяйны во мрации страстей наших к вечному солнцу правды, Христу Богу нашему, да и муще таковаго теплого предстателя Заны, прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и вовеки веков. Праздник получился незабываемым не только для обитателей монастыря, но и многочисленных гостей. В монастырь приехали студенты-теологи Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина, а также учащийся новомичуринского многоотростневого техникума. Игумен Лука познакомил ребят с жизнью обители, рассказал историю ее возрождения, провел в Троицкий храм, который после завершения реставрационных работ будет именоваться Преображенским. Вот, друзья, видите, здесь восстановление этого собора связано с очень непростой работой по обтачиванию кирпичей. Видите, была архитектура незатейливая, но тем не менее очень колоритная. Вот эти своеобразные срезы, такие архитектурные малые формы, которые создавали красоту вот этого стиля древнего. Вот пришлось это все делать заново, потому что практически все было разрушено. Вот, и теперь мы уже можем даже, во-первых, все окна такие, двери восстановлены. Не двери, а вот проемы еще. Двери еще сейчас делаются. Двери, я думаю, помнят богослужение священномученика Филарета и братья до разорения этой святой обители. Ну и вот теперь, уже видите, есть своды, есть алтарная часть, можно увидеть целью, амбон. Скоро здесь появится иконостас. Вот, дружники сейчас совершают строение кровли этого здания. Пока на территории монастыря действует один из трех сохранившихся храмов, двухпрестольный во имя трех святителей – Василия Великого, Иоанна Златоустого, Григория Богослова и мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Но недалек тот радостный момент, когда будет освящен еще один храм – Троицкий. Игумен Лука поделился радостью последних дней, рассказал об освящении креста возрождающейся святыне обители, которое произошло 3 марта, и воздвижение его на Троицкий храм на следующий день, 4 марта 2019 года. А какие престолы? Престолы вообще здесь был храм Троицкий, вот это был центральный предел Троицкий, а два маленьких предела было в честь преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы. Но в связи с тем, что монастырь сам преображенский, а у нас нет преображенского престола, хотя была маленькая домовая церковь, которую мы с вами видели на фотографиях, то поэтому благословение владыки, все-таки их собор будет восстановлено, как сейчас останавливаем, как Троицкий он был, но будет он преображенский, потому что нам нужен преображенский храм, как место для праздников престольных, и он будет, этот храм, мы думаем, с большой папертью, паперть – это та часть храма, которая находится на западе, снаружи, ступенечки, такое какое-то место, и мы на нем сможем служить на преображении, на улице, это красиво, и как-то вдохновительно. Гости были впечатлены увиденным, решив завязать дружеские отношения с монастырем и оказывать ему посильную помощь. Только за сотрудничество, очень впечатлен, вот я лично. Надо же нам, конечно, уже все это, здесь и сейчас. Мы пойдем сюда приглашать в трапе, мы уже попьем щекот, послушаем замечательного нашего локалиста Алексея, и будем вас приглашать, у вас есть еще небольшая программа. КОНЕЦ Хорошее событие, спасибо всем участникам, хочу отметить, и поблагодарить Юрию Анатольевну за такую красивую поездку, вот, спасибо вам большое, и в дальнейшем хочу почаще приезжать и присутствовать на... Участвовать? На... Богослужения? На богослужения, да, и на службе, вот, и хочу спасибо сказать отцу Луке. И тогда что, доедете? Спасибо. Ну, сегодня, да, что-то вот такое произошло в душе? От того, что вы здесь ощутили? Да, 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 немножко как-то вот изменился взгляд на мир. Серьезно, да, что? Серьезно. А вот как он изменился, что именно изменился, можно это передать словами? Ну, нет, это нельзя передать словами, но в душе останется память и такое красивое место, и не забудем. Серьезно. Сейчас, если вот так посмотреть, ну, больше все равно ребята ориентированы, да, на какие-то вот, ну, внешние атрибуты, телесные какие-то, да, вот эти все удовольствия. Ну, как бы вот наша задача немножко их направить на то, чтобы вот они увидели, что человек-то не просто тело, да, человек-то еще и носитель духовного, и на это очень нужно обращать внимание. Действительно, тело не будет, а смерть, наша душа. Вот всеми силами пытаемся как-то детей ориентировать, чтобы все-таки они задумывались, изменить в один миг мы их не можем, да, но вот какую-то частичку в них положить, может, она раскроется через пять лет, да, может, при какой-то ситуации они вспомнят, что можем прийти сюда, что здесь их ждут и так далее. Вот мы приезжали уже в этот монастырь, но тогда не было отца Луки. Ну, вот и сегодня, конечно, все его слова, ну, и вообще вид такой, да, вот именно батю такого монаха очень нас поразил, ну, я, наверное, от всех скажу. И у нас-то как-то сегодня получилось, что девочек мало, потому что у нас сегодня праздник, и в основном все девочки задействованы, вот, поэтому, я думаю, не случайные мальчишки сегодня, вот, были в нашей группе, им, я думаю, что останется большое впечатление, и вот именно день, даже день, если посмотреть на погоду, насколько он яркий, солнечный, и вот думаю, что таким у них останется. После знакомства с достопримечательностями монастыря все были приглашены на праздничную трапезу, главным украшением которой стало выступление музыканта, вокалиста, скрипача и композитора Алексея Алексеева. С чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, Со спасого древнего образа, С горящей свечи восковой. А может, она начинается С молитвы про бабки моей, С надельного детского крестика, С причастия у царских берегов. А все, вы откуда к нам прилетели на нашу Рязанскую землю? Вы как ангел спустились вверх, такой светлый, солнечный такой? Да, я из Москвы, вернее, из Одинцова, вот, где я сейчас проживаю. Вот, ну, вообще, конечно, я родом из набережной Челунов, ну, такая география у меня обширная, вот, здесь уже не в первый раз, и мне очень-очень приятно. Тем более, такая погода и состояние просто действительно рая. Вам дело, вы творческая личность, да? Творческая личность. Конечно. И вы сегодня показали свои такие дары Божьи, как таланты, которые Господь вас наградил. Это же удивительно. Вы давно вот так увлекаетесь музыкой, настолько глубоко? Познакомился с музыкой в пять лет, когда увидел по телевизору, как играют на скрипке, и загорелся, в общем, уговорил родителей отдать меня по классу скрипки заниматься. В шесть лет меня отдали. Я закончил музыкальную школу, музыкальное училище, потом университет культуры в Москве, получил высшее образование в 2001 году, и вот и сейчас самообразовываюсь, занимаюсь вокалом. Ну, то есть, как бы, уже на дня 50 на 50, то и другое. Делаю аранжировки и пишу свои песни. В общем, у меня очень большой такой диапазон именно творческий. Мы сегодня уже почувствовали. Сейчас почувствуем. Все начинается, Родина. Спасибо. Я обещал, что к скрипке мы вернемся, и сейчас для вас прозвучит одно из самых известных произведений, которое написано для скрипки «Чардаш Мунти». «Чардаш Мунти» «Чардаш Мунти» «Чардаш Мунти» «Чардаш Мунти» «Чардаш Мунти» «Чардаш Мунти» Готовы, друзья? «Чардаш Мунти» 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 А вот эта благодарность за то, что осыпал Господь Вас такими дарами, она присутствует в Вашей жизни? То есть Вы Бога благодарите, Вы понимаете, что это все не просто так, и что действительно Господь ждет нашей благодарности? Конечно. Ну это очень интимная, такая сокровенная вещь, но я поделюсь с Вами, да, это конечно так. Я благодарю Бога каждый день после каждого концерта и прошу Его помощи перед концертом, чтобы Он все мои немощи покрыл. И благодаря Ему, конечно, все это, все, вот этот результат моей работы, все только Ему. Ну да, ведь не все так радужно, не все так прекрасно, не бывают искушения, всякие проблемы, с которыми Вы уже по-другому. Не как человек, который от Бога отказывается, бывают же такие люди, к сожалению, но может они когда-нибудь тоже придут к Богу. Совсем другое ощущение, ты уже в этот момент знаешь, что Господь тебе эту твою проблему поможет преодолеть. Ну, я не буду очень откровенным, но бывает вот такое, несколько раз было уже, когда ты ощущаешь себя на грани какой-то, на грани какой-то пропасти. Это и касается и финансов, и здоровья, и кажется, что вот-вот и все, и ты потеряешь уже, и последний голос пропадет, и тебе там нечем будет заплатить очередной износ по кредиту. Ну, в общем, я обычный человек, как и все, да, естественно, я живу на этой планете, и, конечно же, без Бога это все пройти невозможно. Но вот, слава Богу, улыбаюсь и радуюсь жизни, и призываю всех не падать духом, все будет хорошо. День, который вы услышите, называется «Долгая дорога в дюнак». Я исполню ее сразу на двух скрипках. Сначала будет классическая, а потом не классическая. Ну, все сегодня для вас. Еще раз с праздником и всем хорошего настроения. КОНЕЦ Ну, не под духом, да и с Господом жить. А Господь, Он все управит. Просто, да, вот именно что. Есть люди, которые в отчаянии падают и уже не выпадают из этого состояния. А с Богом, когда ты живешь, то Господь потом и поднимает вот это все. Чтобы глядь на вас, люди видели, что вот, как Господь являет свою милость вообще на вас. А вот вы сейчас выступаете в Новомичуринске, да, будете сегодня в Новомичуринске выступать? Да, сегодня в 6 часов вечера жду вас на концерте. Нет, ну, мы вечером уже не сможем, потому что мы в Михаилу поедем. Я жду вас. Да, спасибо Господи. Вот вашей супруге, какой зовут? Я зовут Диана, в Крещении Дарья. Ей поклон от нас. От доченька Настя. И Настеньке тоже. У меня тоже доченька Настенька. Да, очень приятно. Да, так что вот, вот так вот. В общем, всего вам самого доброго и Бог даст еще свидетельствия. Спасибо вам большое за интервью. А Батюшка Лукой у вас через отца Артемия, да, связь? Да, да, да. Мы как раз познакомились там у него. И вот это состояние, то, что вы здесь вот сегодня пережили солнечный день, радость такая. Сегодня память подобного мученика Тиларета. Да, он у нас и Пронский, и Срезневский одновременно. Его и в Срезнево почитают, потому что он там часть. И вот эта вот благодать она ощущалась сегодня. Какая-то радость была. Я не знаю, у меня сегодня вот все, бывают какие-то мысли, да, в ходьбу. А сегодня какая-то радость. Да, и вот это солнце, оно как-то подтверждало эту радость, да, как-то оно так помогало ощутить благодать. Была какая-то легкость, какое-то светлое было сознание. Хотя на клирусе было петь тяжело, потому что мы как бы так расходились постоянно. Ну, вот радость не покидала даже в этот трудный момент. Слава Богу. КОНЕЦ Радость встречи со святым угодником Божиим, преподобным мучеником Филаретом, в месте, где он подвязался и где чутко хранят память о нем, берегут как жемчужное ожерелье, была подкреплена чудесными встречами и большой дружбой со Спасо-Преображенским мужским Пронским монастырем. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok